Юрий Васильев – почетный работник и ветеран газовой промышленности. С 1965 года, вплоть до самой смерти, он трудился в институте ВНИГАЗ. Профессор удостоен именной благодарности президента Российской Федерации. Был работяга невероятный. У него очень много математических всяких книг выпущено. Он же сам математик. И плюс ко всему еще занимался разработкой газовых месторождений. Вот уренго и медвежье – это все его разработки там. Но повесть, которую написал Юрий Васильев, лирическая. Она о любви, о войне и посвящена всем, кто смог пронести свои чувства сквозь суровые годы лихолетия. Книга очень светлая, очень чистая. И в ней очень много различных исторических событий, которые автор интерпретирует по-своему. Очень правдиво и очень реалистично. Мне было очень интересно читать книгу, потому что заинтересовало, как жили в то время молодые люди, чем они занимались. Юрий Васильев был не только ученым-писателем, но и художником. Об этом рассказала его дочь Ольга Васильева, министр образования Российской Федерации. Детство и юность которой прошли здесь, на Развилковской земле. Она выпускница 1975 года. И ученица необыкновенная была. Она перешагнула через класс, потому что усваивала все прекрасно. И закончила школу в 15 лет. Презентация книги «Пропавшие без вести» состоялась в рамках проекта Развилковской библиотеки «Наши земляки». Мне очень отрадно, что вот здесь сегодня, в библиотеках, я увидела разного возраста читателей здесь. И не только людей, так сказать, серебряного возраста, не только людей среднего возраста, но и молодых. Что очень важно. Вообще и краеведение, и основная цель, какая краеведение, все-таки большая цель для тех, кто здесь живет. Вот эта любовь к малой родине, потому что, чтобы мы не хотели, мы все равно с вами, говоря о большой родине, мы всегда вспоминаем то место, откуда мы с вами вышли. Книгу нашего земляка Юрия Васильева можно почитать, взяв ее в Развилковской библиотеке, совхозе имени Ленина и Центральной в городе Видное. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.